Алена Юрьевна, мы знаем, что наш организм подвергается атаке грибков, бактерий, вирусов, простейших паразитов. Кто из них самый агрессивный? Есть такая у нас изумительная в клубе аббревиатура, благодаря Ольге Алексеевне Бутаковой, АБВГД и ПП. Наш алфавит нам практически в помощь, для того, чтобы понять, кто главный, кто агрессивнее, кто более токсичный. Агрессия бактерий, вирусов, грибков, дрожжевых культур и паразитов и простейших. То есть бактерии, вирусы, грибы, дрожжевые культуры составляют 85%, а паразиты и простейшие всего 15%. Поэтому, вот понимаете, когда люди начинают активно разбираться с гельминтами, не понимая, что дело в общем-то не в гельминтах, да, вокруг нас огромное количество всех, кто к нам стремится, потому что у нас вкусненько, у нас тепленько, у нас приятно, да, то есть, но, как правило, иммунная система должна отслеживать эти внедрения. Ну, не должны мы бесконечно получать огромную армию вирусов, бактерий, там, паразитоформ в наше тело. Поэтому надо четко понимать, я все время говорю, что первая флора попадает к нам из родовых путей мамы. Вот родовые пути мамы – это то, что дает уже ребенку в абсолютно стерильный кишечник, да, попасть то, что патогенное, да, и если попадают в стафилококки, стриптококки, такой ребенок начинает активно, естественно, болеть, он все время сопливит, он все время кашляет, у него вырастают аденоидные разрастания, как их называют, да, аденоиды, это разрастание лимфоидной ткани, если все время снизу лимфа приносит в носоглотку, вот сюда, да, в стафилококки. Мама боится, мама переживает, дает антибактериальные препараты, и вместо того, чтобы мы потом уже жили со стафилококком, да, стафилококк, стриптококк, ухоид, стриптококк – это ангины, бесконечная ангина у детей, лечится чем? Антибиотиками. И после этого у нас кишечники вместо бактерий агрессивных, стафилококк, стриптококк, любые бактерии, кишечная палочка, да, в избытке, начинают расселяться кандида инфекция, доживой грибок, и если они уже у нас появились, то очень активно проявляют себя вирусы. Вирус герпеса, цитомигаловирус, Эпштейн-бар, все вирусы папилломы человека, поэтому в основании всегда лежат самые агрессивные стафилококки, стриптококки, грибки, в основном бактериально-грибковая инфекция. Если не хватает лактобактерий, а лактобактерий синтезируют интерфероны, и лактобактерии очень здорово могут нейтрализовывать грибки, грибковую инфекцию, то начинают проявлять себя вирусы. С вирусами мы никогда, мы их не победим, мы никогда с ним не справимся, если у нас не будет иммунной внутренней защиты, да, в виде полезной флоры. И вот когда кишечник, естественно, когда все это там уже расселилось, кишечник крыхлый, воспаленный, защиты нет, вот туда уже падает все, что как бы может к нам проникнуть, да, все паразитоформы, аскориды, токсокары, лямбли, лямбли и простейшие одноклеточные, они могут прийти к нам с любой, даже отфильтрованной водой, потому что фильтр не может очистить, задержать простейшую одноклеточную, это очень маленькая, да, структура. И, соответственно, базовая это вещь, пирамидка, основание, это копки и грибки, затем проявляются в себя вирусы. И только потом на вершине пирамиды уже, да, лямбли простейшие и паразитоформы. Люди очень часто почему-то начинают всегда с верхних этажей, да, и у меня была просто история такая, пришел мальчик с мамой 10 лет, и они рассказывают мне чудесную историю, что они в течение года не могут справиться с банальным энтеробиозом, это острицы, это маленькие-маленькие червячки, там сантиметровые, которые, в принципе, при очень хороших, активных гигиенических мероприятиях, вот в течение месяца, да, мыть руки, стирать белье, гладить, очень активно менять постельное белье, можно справиться. Год они не могут ни химикатами, ни натуральными продуктами, то есть в течение года бесконечные острицы. Когда я открыла кровь, я смотрю кровь на темнопольном микроскопе, я увидела огромное количество бактериальной флоры, то есть в коке, и я говорю, если вы не справитесь с дисбактериозом кишечника, вы не уберете воспаление, вы со стрицами не разберетесь никогда. Поэтому задача понять, да, что самое главное все-таки, нормализовать нашу внутреннюю защитную, барьерную функцию кишечника. То есть сильней микрофлоры ничего нет, плюс, конечно, дальше иммунные клетки, потом лимфа, но барьер, да, снаружи мы покрыты кожей, и там присутствует огромное количество полезной массы, которая защищает нас от внедрения, а внутри мы все покрыты слизистыми, дыхательные пути кишечника, мочеполовая система. Поэтому с этим нужно и разбираться.